Всем море приветов, друзья, и, конечно же, гости моего канала Нептуна здесь. Это моё первое полноценное прохождение с Малинк Икс Резисканс, по сути. Значит, этот ролик мы смотрели в самом начале. Найти отвертку и сбежать из канализации, наша текущая задача. Значит, народ, разработчик наконец-то исправил этот баг. Так, здесь нужно отвинчивать, здесь лом. Это действительно был баг. То есть, баг с маской. Когда мы брали маску, приезжали на станцию, где был этот доктор сумасшедший, в пищевой блок. Да, и где были те испарения, помните, да? Маска почему-то не была активна и всегда была у нас в руках. Теперь же разработчик это дело исправил. Версия 1.0.2. И, значит, теперь эту игру всё-таки можно реально пройти. Сегодня мы будем это делать. В этом видео я постараюсь без монтажа особо сильно чисто пропускать ролики, которые я уже показывал вам в первом видео. Эй, ты, говорит. Поехали с нами. Пока этот киборг нас не поймал. Штаб-квартира у нас, значит, в станции Сион. Это, по сути, столица сопротивления. Так. Главное, чьюиха там наверху, но мы туда пока не пойдём. Первым делом мы должны поехать на станцию... На станцию Терминус, да. Именно оттуда мы и начинаем наши эпичные приключения, и это офигительное прохождение. Итак, погнали. Значит, тут первым делом можно просто перейти по путям. Так, мне нужно чувствительность сделать побольше. Вот так. Само то. Жмём кнопку и бежим сразу же нажимать вторую. Поверху. Я пока, на самом деле, до сих пор не понял, для чего нужна вот эта вот доска, которая лежит. Фиг его знает. Чё-то меня так иногда раскручивает. На месте. Так, отпираем. Так, значит, здесь вот по бокам есть две комнаты. Здесь первой мы собираем изоленту. Она нам нужна для починки проводов. У того чувачка, который обычно крахтит там на станции Гайя под землёй. Переходим в другую сторону. Там мы забираем белый ключик. Так, тут ещё батарейка. Я так и не понял пока, для чего она нужна, но... На прохождение она никак не влияет. Теперь открываем все эти дверцы и забираем там провода. Кабеля. Так. Два у меня уже в кармане. Всё, четыре кабеля у меня есть. Теперь топаем на выход. И едем... К нашему... Как там его? Джордж, вроде бы. В общем, Гайя. Нам нужно в Гайю. Это оружейный центр. Там есть чувачок такой в подвале, который может крафтить нам разные полезные вещи. Так, аккуратно, только не свалимся на железнодорожные пути. А то будет очень больно. Хе-хе-хе. Так, аккуратно. Так, проваливайся. Значит, здесь попутно по дороге можно собирать части для ловушки. Для приманки. Так, вот первая часть. Вот вторая часть. Чувачок, ты мне пока подожди. Я скоро вернусь. Нужно остальные части собрать. А они вот здесь. Третья часть. Четвертая и финальная пятая. Опа. Так. Возвращаемся к нашему мастеру на все руки. И бабахаем хорошие вещи. Так. Ричард, во. Не Джордж, а Ричард. Значит, для начала отремонтируем все кабеля. Забираем. Дальше берем... Ловушку. Чтобы она не загораживала экран, можно просто ее на время сбросить и тут же подобрать. Она становится меньше. Возвращаемся. Теперь нам нужно на предыдущую станцию вернуться и использовать эту ловушку на втором этаже. Попутно починив проводами генератор и подав энергию во все здание. Чтобы запустить лифты. Так, чувак. Не тупи. Хе-хе-хе. Так, терминус, погнали. Да. Я здесь. Та-дам. Ворота, по идее, уже открыты. Так что можно просто перейти на другую сторону пешочком. Не нужно лезть по этим строительным лесам наверху. Ибо это уже лишнее. Двери у нас открыты. Хе-хе-хе. Здарова, киборг. Пошел прочь. Здесь просто нажимаем на кнопки. То есть игра думает, что мы уже вставляем провода. Все. Все запустили. Но, смотрите. Включились силовые щиты. Мы не можем здесь пройти. Чтобы их не было, просто нажимаем на экранчик один раз. И вуаля. Щиты пропадают. Теперь нам нужен лифт. С надписью вверх. Ага. Летим наверх. Вот так. Здесь идем налево. Там один силовой щит. Видите, не работает. Мы можем пройти и полностью вырубить все это дело. Здесь. Меняем все на единичку. Ну или палочку, или черточку, неважно. Все. И сбрасываем игрушку сюда. Чтобы приманить киборга. Я просто не уверен, что это сработает, если он стоит уже в центре изначально. А вот теперь самое время. Сейчас он придет и хорошенько получит по башке. О, попался родимый. Прямо на игрушку. Глупый робот. Все. И самое важное. Со всех этих убитых боссов, ну или врагов, нужно забирать вот эти вот маленькие сферы. Ядро охотника. Именно вот эти вот ядра нужно приносить нашей лидерше. Точувихи, помните? Из самой начальной станции и штаб-квартиры. Так, забираем ядро. И, конечно же, маску. И дальше топаем в лифт с надписью «Даун». Вниз. Какой-то роботик, а это? Поломой. Роботик поломой, так. Вниз. Все, с этой маской мы возвращаемся обратно. Полностью. На станцию Гайя. Идем к мастеру и делаем из маски противогазовую маску. Да? По виду напоминающую маску чумного доктора. Хе-хе-хе-хе. Кстати, с этим местом будет связана концовка. В этой игре. То есть, видите, вон те вот запертые ворота. Ну, об этом чуточку позже я вам все это покажу. Также обращаю ваше внимание, друзья, что здесь никого нет. Как же мне бесит этот ящик. Как же его разработчик все еще не может убрать. Давно бы убрал этот багнутый ящик, который очень часто застревает в очень невыгодных местах. И порой это место пройти невозможно. Приходится переезжать в метро на другие станции и возвращаться обратно. Так, здоровеньки. Итак, вот тебе маска. Сейчас он пару секунд подождем. Он делает нам мега крутую маску. Вот она. Та-дам! Вот теперь она реально работает. То есть, теперь на нее можно нажать. И наш герой, видите, ее одевает. Изображение становится зеленоватым. Что означает, что я в маске. Нажимаем еще разочек и маску можно снять. Визуально, конечно, этого не видно, но... Ну, типа мы имеем в виду, да, что он маску снял. Все. Вот теперь можно идти... ...на пищевую станцию. Там какой-то пищеблок. Так. Россым, да? Погнали туда. Там вот этот сумасшедший доктор. Который запыляет химикатами все здание. И держит в плену ученых. Нам нужно их освободить. Так. Подождите. Вот этот баг, кстати, так и остался с маской. Она всегда теперь будет у меня появляться в каждой станции. Но не переживайте. Настоящая маска у нас уже тоже есть. А вот он, этот сумасшедший доктор. Так. Первым делом. Так. Нужен особый ключ безопас... А. Ключ просто безопасности. Там нужен ключ особой безопасности. Обе двери эти заперты. Особый доступ, да? Что мы делаем? Мы идем и чекаем домик на дереве. Так. Аккуратно. Здесь можно вот... ...по этим деревянным мостиком... ...просочиться именно сюда. Так. Ключик лежит, по идее, в третьем ящике. Ну, в третьем снизу. Так. Есть. Ключ безопасности у меня. Ученые вот там. Два ученых. Именно они помогут нам создать вакцину и в итоге... ...обеззаразить все здесь вокруг. Ну и, конечно, обезвредить этого сумасшедшего доктора. Так. Эту улыбку, видите, и гипнотизирует. Нам нужно что-то, чтобы эту улыбку поломать. Тогда они смогут сбежать. Так. Теперь же у нас есть ключ. Ключиком этим мы сможем наконец-то открыть... ...двери. Но там все загазовано. И вот теперь... ...надевай маску. Так. Нам нужно деактивировать газы вот здесь. Так. Нажимаем. И ждем. Управление у меня... ...пропало. То есть я не могу ходить. Но нужно всего лишь подождать, пока пройдет таймер. Так. Та-да! Все. Мы запустили систему вентиляции. Теперь химикатов нет. А заодно можно и ломик взять. Маску можно снимать. Теперь нам нужно освободить ученых. И как вы уже догадались, ломик нам в этом поможет. Разбиваем грибаную улыбку. Бам! Все. Ученые свободны. Я вот на самом деле не знаю... ...накосячил здесь разработчик, либо... ...Топси. Ну, переводчик наш на русский. Но... ...но очень много фраз здесь вообще не к месту. Так. Рекламка. Все. Ломик нам больше не нужен. Теперь... ...нам нужно найти ингредиенты для... ...создания... ...оружия. Стреляющая как раз-таки... ...блин, вакцины, что ли? Это очень странно. Вот ученые зашли сюда. Так. Здрасте. Тут вот небольшие пасхалочки. Работа. Эрих Сан, видите? И в Лбани. Айлингс. Здесь куча разных трав, которые потом можно будет использовать для создания оружия. Ну, точнее, вакцины. Вот опять же, видите? Поищи что-нибудь, чтобы сломать улыбку. Я это уже сделал, но надписи все равно появляются при использовании вот на этом ученым. Это странно. Ладно. Так. Открываем... ...система кориогенных растений. Здесь есть... ...растение. Вот оно. Та-дам! Одно из трех. Одно из трех здесь. Дальше. Заходим сюда. Здесь уже химикатов нет. И здесь, по идее, можно найти... ...в одном... ...в одной из клумбочек найти еще одно растение. Оно где-то в одной из... ...по-моему, оно вот здесь. Так. Да, вот оно блестит. Все, забираем. Два из трех. И третье растение наверху. Так. По-моему, оно с другой стороны. Так. Здесь вроде ничего не блестит. Значит, с другой стороны. А-а-а, дать пройти и... Хватит говорить. Хватит галдеть, чувак. По-моему, оно вот там. Да. Та-дам! Все. Мы нет все растения. Теперь мы сможем... ...эти растения отдать ученым. Да. Так. С другой стороны. Блин, двери одинаковые. Помещение симметричное. Я очень часто путаюсь. Подходим к нему. Все. Он дал нам... ...дискетку. Типа это вакцина. Он сделал из-за трех трав... ...из трех травинок он сделал дискетку. Понимаете, да? Хе-хе-хе-хе. Ладно. Теперь возвращаемся обратно. Нога ее. Идем к нашему механику. Он будет делать нам оружие. Я на самом деле до сих пор не понимаю... ...ну, как из трех травинок... ...вотопите опять маска. Опять баг. ...как из трех травинок ученый сделал нам дискету? Что он туда поместил? Информацию о соке растений? Хе-хе-хе. Ладно, это уже придирки, конечно, но... ...некоторая проблема с логичностью в играх серии от этого разработчика... ...на самом деле это... ...частое явление. Что в Эрихе Сане, что в первой части, что вот здесь. Порой некоторые вещи очень трудно просчитать. Нелогично. Очень многое. Ну, ладно, плевать. Значит, вот ваку... ...вакцину делаем. И нам дают пушку. Причем пушка эта немножко багнутая. То есть, видите, нет изображения выстрела. Но, опять же, это небольшой баг, и мы... ...и мы сможем дело исправить. Достаточно просто бросить пушку на землю, потом снова подобрать. И будет у нас изображение выстрела. Выстрела. С этой пушкой нам нужно потопать... ...в пищеблок... ...и сжахнуть по тому доктору сумасшедшему. Вроссом идем. Так, сейчас будет небольшой баг. Аккуратно. Дело в том, что... ...когда я приезжаю с предметом в руке, то у меня... ...еще и маска появляется, видите? Поэтому маску мы должны аккуратно сбросить. Точнее, мы сбросим даже не маску, а пистолет. Все. Маска теперь у нас будет всегда в руках. Хотя герой не будет думать, что она у него в руках. Подбираем заново и... ...и плохо. Но опять же, это какой-то рандом. То есть, появился, видите, значок, но... ...выстрела нет. Мне нужно посмотреть рекламу. Только после этого... ...значит, у меня появится выстрел. Иногда у меня с первого раза появляется выстрел. Но в данном случае, видите, рекламу нужно будет посмотреть. Ну что ж, нажимаем. Все, рекламу я посмотрел. Вот появился значок выстрела. Нам нужно шмальнуть четко ему в этот баллон. Так. Это было немножко странно. Но окей. Видимо, не очень точно я пальнул. Так, еще разок. Оу! Неужели? Не помню, какая это была по счету попытка. Но... ...надеюсь, разработчик получил немало денег. С этих реклам. Значит, забираем у него это ядро. Доктора Песта. Так. Ну, в общем-то, ружьишка нам больше не нужная. Все. И вот опять же, видите, неправильный перевод Ричарду. Это нужно не Ричарду. Отдавать. Отдавать нужно нашей главной чувихе. Поэтому поднимаемся наверх. И возвращаемся в нашу штаб-квартиру. Так. Привет-привет. Это, значит... Зион. Да. Мы едем в Зион. Ну, или Сион. Неважно. Вообще, знаете, название Зион как будто... Посылочка... ...на матрицу. Помните? Там был такой город Зион. Последний оплот человечества. Так. Опять же, маска нам не нужна. У нас, по идее, в кармане два ядра врагов. Эти ядра нужно отдавать. Так. Чик. Все. Ядра мы отдали. Теперь нам нужно на станцию Гайя, чтобы дать отпор последнему врагу. И вот теперь там будут некоторые перемены. Во-первых, посмотрите. Станции пропадут лишние. Будут только две. Наши и туда, куда нам нужно попасть. В Гайя. И там уже очень много людей и киборгов. Внезапно. Вот люди. И на заднем плане, видите, какие-то новые киборги, которых раньше в игре не было. Вон три. Черных. И вот та дверь. Помните, о которой я говорил? Она была закрыта, но теперь там открыта. Но на этом игра заканчивается, друзья. И будем мы ждать обновлений. Как только разработчик выпустит какое-нибудь крупное обновление и добавит финального монстра или финального противника, мы сможем полностью пройти игру и, наконец-то, одержать победу над Смоленки Экскорп. Над этой зловещей корпорацией. На этом я прохождение заканчиваю. Это все, что есть на данный момент в игре. Потом, возможно, я сниму отдельное видео, попробую пройти игру на Харде. Но это уже совсем другая история. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун. Всем здоровья, всем позитива, всем пока-пока.